Сегодня в гостях женского сообщества из Инам-Лавазарев тележурналист Хамид Харисчи. Здравствуйте, Хамид Мелли. Здравствуйте. Мне очень приятно принять вызов или же вопрос, который задают наши прекрасные леди-азербатянки. Они всегда были фавориты нашей культуры, всегда испаковников. У нас всегда были амазонки. Это история, невыдуманная мною. Это фиксированная история. Низамигаджави, страбовым греческим, вот этот географ. И же прочтите других. Тут всегда были не только разговоры, а письменные упоминания, что азербатянки, азербайзанские женщины, наряда с мужчинами, всегда были на острее любых вопросов политических, религиозных, социальных и т.д. Поэтому мне очень приятно, что вот эта традиция продолжается, и наше общество гендерно правильно разделено. Поверьте моему опыту, общество, где нет гендерного равноправия, обречено на стагнацию. Нам, так говоря, азербайзанским языком не нужна щитчахнасы. Нам нужно что-то такое, где равноправное участие обоих половин, общества, то есть мужчин и женщин. Это создает культуру. Культура общения, культура быта, культура семьи, общества, народа. Азербайзан всегда был в этом деле, всегда впереди. На Востоке, во всяком случае, мы всегда были на первых ролях. Что касается вашего вопроса насчет того, что такое журналистика, в последнее время в мировом сообществе идет серьезная тенденция, что все превращается в устное. То есть не письменное, даже вот эти письменные какие-то твиты, записи в фейсбуке, на телефоне. Поверьте мне, это устная литература, которая всегда была. Вы помните, изучали устную литературу и письменную литературу? Вот устная литература, устный текст, он через социальные вот эти блоки сейчас все более-более берет первенство. И не надо тут оказаться во вторых ролях. Азербайзанское общество сейчас любит журналистов ни с официальных телеканалов, ни с официальных каких-то высоких трибун. Это уже не действует. Поверьте мне, не только у нас, но во всем мире. Сейчас есть большой заказ, социальный заказ, народный заказ на тех мужчин и женщин, которые действительно через социальные вот эти сообщества, через интернет, твиттер и другие, в общем. Платформы. Да, да, они через вот эти гаджеты должны выходить на связи с народом. Им верит. За ним огромная аудитория. Там взаимный диалог, вот понятие диалог именно вот в социальных в этих инстанциях. А все официальное идет на второе. Я даже не сказал второе. Может быть на десятое, пятнадцатое место. Надо этот позыв времени. Это позыв времени. Вот если народ, общество сразу не откликуется, не откликуется на это. Это создает, во-первых, атовизм. То есть ты становишься таким рудументным инструментом. Надо успевать. Поезд едет. Билеты раскуплены. Вакантных мест нет. Надо успеть. Амит Мэль, спасибо за развернутый ответ. Вы представили в нем, кто есть журналист. А какими качествами должен обладать современный журналист? Исследовательский. Я, например, журналист исследователь. Я не люблю декларомативное, бесфактное. Какие-то вот такие высокогласные какие-то разговоры, позывы. Неподкрепленные фактами. Неподкрепленные общениями с живыми людьми. Полевые исследования. Есть такое понятие. Полевые исследования. Обычно этнографы. Артеологи этим занимаются. Вы поверьте мне, что журналист тоже общаться обществом. Я когда занимался исследовательскими делами, я брал старые дела, я помню. Допустим, уголовные, или политические, или художественные. Без разницы. Бумаги говорят одно. А когда ты начинаешь разговаривать с живыми свидетелями, выходит совсем другая история. Это говорит о том, что нельзя доверять письменным источникам. Они всегда бывают под сильным прессингом офисеоза, под сильным прессингом даже не властных структур, а обычных людей, которые хотят быстро завершить дело, заключить какое-то заключение сделать и бросить это на полк архива. А когда вытаскиваешь, начинаешь заново копать, видишь, что это все было неправильно. Поэтому сейчас очень сильный заказ на исследовательскую работу. Надо заниматься исследованиями, надо иметь очень большой запас знаний. Я бы сказал, любой журналист – это какая-то величина с огромным мегабайтом памяти. То есть эта память не должна быть только в компьютере, она должна быть в мозгу человека. И он должен уже на уровне инстинктов слиться с этим компьютером, со своим. То есть тут уже идет разговор о создании нового мозга человека, который в прямом связи со своим телефоном, со своим компьютером. И его мегабайт памяти уже полностью адекватный в его памяти. Вот тогда чудеса является. Например, интернет мне всегда помогал. Но он мне почему помогал? У меня своя память мегабайтов намного огромная. И если она сливается уже архивом социальных структур, книжных каких-то, она дает великолепный эффект. Поверьте мне, что я занимался очень большими исследованиями. То есть и всегда как-то выходил победителем. Благодаря и своей памяти. Память – очень серьезная вещь. Если у тебя хорошая память, ты не болеешь. Раз. Если у тебя хорошая память, ты будешь попадать всегда в точку, как говорят. Если у тебя хорошая память, ты всегда будешь знать, с чего начать, с чем кончить. Потому что в журналистическом деле очень серьезно встает вопрос, с чего начать и где закончить. Лучше, конечно, я считаю, что быть немногословным. Надо быстро отвечать. Тем более у людей времени нет. Быстро, маленькие твиттеры, маленькие разговоры, короткий ответ, четкий ответ. Коротко, а важно. А важно. Согласитесь, что помимо исследовательских способностей, человек должен еще обладать познавательным интересом. У него должен быть интерес к познанию, к расширению своего кругозора. И чтобы, опять же, в любой теме быть сантаком и проявить свою эрудицию. А если мы говорим о роли женщины и мужчины в журналистике, у кого больше преимуществ? Например, я знаю, что в телевизионном деле делается упор в сторону людей, которые обладают рефлекторным мышлением. Рефлекторное мышление – очень важная вещь. Обычно оно используется в клубе веселых и находчивых, в разных викторинах. Но поверьте мне, что это очень важно в телевизионном деле. Не только телевизионном, вообще везде. Особенно в социальных структурах. Потому что они задают вопрос, сразу надо ответить. Аналитическое мышление, оно, в общем, требует... Она дает поле вот таким... Начинает глазобегать. Все это антителевидение, антиобщение. Хорошее общение – это рефлекторное общение. И правильно ответ всегда бывает у рефлекторного мышления. Рациональный ответ. Да, это очень широко используется, кстати, дознавательность деятельности. Вот когда допрашивают определенных преступников и так далее, делается упор в сторону рефлекторного мышления. Сразу ответа, быстрого ответа. А если человек начинает, глаза бегают, он начинает... Это вообще в телевизионном деле очень... Это антителевидение. Поэтому, когда с Илхамой Ханом создавали все... Я брал на себя рефлекторное мышление. А Илхама Ханом создавала условия для этого. У нас почему это все хорошо получилось? Во-первых, гендерное равноправие. Это очень важно. Очень важно. Мужской голос отдельный, женский голос отдельный. С другой стороны, мы не сделали ставку на сторону аналитического мышления. Это скучновато. Это когда... Там тысячи каких-то моментов они будут перечисляли, и все это уйдет налево. А вот рефлекторное мышление, оно характерно для вундуркидов, оно очень характерно для одаренных людей. И оно сейчас очень важно в эпоху информационной революции, когда огромный пласт информации везде витает. Везде витает. И тут начинается еще время мистики. Ведущий должен быть в какой-то мере мистиком. То есть он должен брать информацию не только из каких-то интернетовских дебр. Он еще берет как-то, даже не из себя, такое ощущение из информационного поля Земли. Есть такое понятие. Да, то есть ты должен брать откуда-то информацию. Это какие-то умосключения, подкрепленные на ум, пути, знания. Я думаю, что человек, который хорошо занимается йогой и созерцательной деятельностью, он попадет под влияние информационного поля Земли и будет получать информацию. Неизвестно откуда. Но обычно бывает такое ощущение, что это твой какой-то второй или первый разум говорит. Но мой опыт говорит о том, что человек к умному идет откуда-то информация. Но откуда она идет? Какая-то интуиция может быть. Ну мы это называем интуицией. Но я считаю, что это источник информации. Он мне, кстати, всегда помогал. Я веду в живом эфире передач. Ну давайте, там нет времени, там на секунду. Обычно, кстати, этот человек с рефлекторным мышлением, он должен опережать время, секунду. Он должен быть быстрее, чем секунду. Это и считается рефлекторным мышлением. Потому что ты преодолеваешь время. И вот как ты преодолеваешь временной отрезок, начинается вот это подключение к информационной поле Земли. И ты начинаешь получать откуда-то информацию. У меня тысячи раз это было. Мы сами удивляемся. Откуда эта информация у нас появилась? Откуда мы это сделали? Как мы нашли этот ответ? А ответ получается тогда, когда ты опережаешь время. Быстрая реакция. Где секунда бессильная перед тобой, и часы как-то уже не успевают за тобой. То есть ты идешь не за стрелками часов. А наоборот, стрелки часов хотят успевать за тобой. Спасибо большое, Хамит Мерлим. А если мы говорим о динамике развития журналистики в современном Азербайджане? У нас испокон веков, ну, в течение сто лет, мальчики и девушки вместе же в школе сидят. Рядом. Там начинается гендерное равноправие. И воспитание гендерное. Да, это очень большое достижение. Поверьте, во многих странах вот этого гендерного равноправия нет. А у нас не есть. У нас совместно обучение девушек и мальчиков. Это большое достижение. Потому что отдельное воспитание иногда дает, например, Англия, консервативная Англия, любит это. Отдельная школа для мальчиков, отдельная школа для мальчиков. Там есть свои какие-то минусы. Но там есть и минусы очень большие. Я не буду на это засыпать. Наш опыт – это все-таки совместное обучение, гендерное равноправие. Вот оно дает всплеск очень многому. Общество бывает более здоровое. Она бывает менее агрессивной, но более умной, более тонкой, более ответственной. То есть мужики начинают уже себя сдерживать. Не употребляют определенное количество слов. Или алкоголя, допустим. Да, что-то в этом роде. Поэтому я думаю, что у нас есть хороший трамплин для развития ума. Это наше гендерное равноправие наше. Это большое достижение. И оно связано не только с советской властью. Вот этими проблемами всеобщего обучения, которые в 20-30-е годы мы получили. Например, в арабских странах этого нет. И мы видим, а в Афганистане этого нет. Это нет в большинстве странах Востока. Это, кстати, есть во многих странах Европы. То есть это не надо вообще считать только каким-то наследием социализма Советского Союза. Я считаю, что наоборот у нас это всегда будет. Это глубже капать в Востоке. Да, например, даже мы когда читаем эпос Кероглы, мы видим, что с одной стороны, да, там Кероглы, но с другой стороны Нигяр. То есть его прекрасная половина, которая рядом с ним. Вот любую вещь берешь, там сразу вот Шах Исмаил и сразу Тачлхан. На эти символы нужно обращать внимание. Да, на это надо. Миниатюр, возьмите миниатюрную иску. Везде мужчина и женщина, мужчина и женщина. Вот это гендерное. Везде изобразительным рядом. Правда, у нас действительно очень много определяет наши ковры, наши вот эти знаки на этих коврах. Вот коллеги в основном, женщины. Но и это искусство, я думаю, что оно вот было такое собирательное для мужчин и женщин. Главное у нас, чтобы было гендерное равноправие. Вот тогда наше общество очень сильно сделает рыбок. Я даже думаю, что в армии это нужно. То есть нам очень нужно... Настолько. Да, нам нужно женские спецподразделения, нам нужны женщины-аналитики, нам нужны женщины-снайперы, женщины-разведчики, женщины-воины. Гендерное равноправие. Во всех ипостасях. Везде говорят, что вот когда армия вот это и есть, армия бывает очень сильной. То есть вот у нас тут в армии, правда, много женщин, которые занимаются бухгалтерией, воспомогательными. Но я думаю, что реально в боевых частях, должны быть женские подразделения. Это очень актуально. И женщины бывают очень хорошие снайперы, женщины бывают очень хорошие стратегии. Но всегда вместе с мужчинами. Да, в тандеме, так сказать. В тандеме. Вот это у нас в обществе большой пробел. Я думаю, что в ближайшее время у нас появятся женские подразделения в армии. И мы будем гадиться им. Спасибо, Хамед Менлем. У нас такой вопрос, который мы задаем всем героям, героиням наших рубрик. Как вы представляете себе и нам бы в Заревхану? Я все-таки думаю, что женщина должна быть всегда шармом. Например, мне дико не нравится, если честно, кроссовки, которые из мужчин и женщин делают какую-то такую единую массу. И походка у всех становится непонятной. Ни мужской, ни женской. Я считаю, что женщина на каблуках. Она бывает действительно более притягательной. Шарм бывает очень сильная. Женщина всегда должна пахнуть духами. Женщина всегда должна быть тонкой. Всегда у нее должно быть какое-то вмешательство, где она скажет такое слово, когда все захотят поднять за ее свои бокалы, вина. То есть женщина должна быть нежной, не грубоватой. Сейчас почему-то модно в наших телесериалах видишь, что все грубые разговоры, разговорки женщин делают между собой. То есть это такое, есть такое выражение на забозенском языке «ля чарля». «Ля чарля» — это когда женщина начинает делать как мужчина. То есть в турецких сериалах, где разборки идут между мужчинами, в азербайджанских телесериалах идут разборки между женщинами. В принципе, это мужские разговоры, они почему-то любят эту роль. То есть это травестия, травестия ролей. И она никогда в хорошую сторону не играет. У женщины есть хорошие пределы, она должна хорошо одеваться. Например, я не считаю, что седая женщина — это хорошая вещь. Женщина всегда должна красить волосы. Но это для них, это их не дело. Я, например, считаю, что женщина всегда должна проводить определенное время в парикмахере. То есть это часть искусства общества. Она за собой тянет бежазистов, она за собой тянет определенное количество людей, которые трудятся в этой сфере. Женщина должна быть женщиной, а не мужчиной. Особенно вот эти кроссовки. Вот когда я вижу, что женщина ходит в кроссовках, у меня вообще ужасно становится. Что за походки, во-первых? Будем иметь в виду и походить. Нет, я как нормальный мужчина хочу увидеть перед собой женщину. Мне не нужна какая-то непонятная... Это не мужская походка и не женская походка. Это черт знает что. Да, она очень портит фигуру женщины. Во-первых, самое главное что в женщине? Хорошая осанка. Вот эту хорошую осанку хореографы в советское время ставили. Я сам видел, учился в Москве, видел, что в втором, третьем классе проходили из хореографических училищ воспитательницы специально женщинам объясняли, как надо вставать, как надо держать спину. То есть они укрепляли этот позвоночник. Какие-то нормы этикеты. Ну а как надо ходить. Учили, я это видел. То есть учили женщинам ходить по-женски. Да, серьезно я это видел. Это везде было. Но сейчас же этого не делается. Сейчас женщины все идут мужской походкой. Говорят, как мужчины. В телесериалах они почему-то очень агрессивные кричат. Это хорошо может быть для мужчин, но это абсолютно неприемлемо. Я, например, не считаю, что женщина должна громко говорить. Женщина говорит должна тихим голосом, как музыка. Ты должен стараться ее услышать. Ну, у англичан это очень хорошо. Вот англичане очень хорошо это держат. Консервативные в этом плане. Да, у них женщины всегда вот каким-то вот таким. Врут, что у французов, я бы не сказал. Наоборот. Да, у скандинавов я бы не сказал. Они очень ассимилизированы мужчинами. То есть я хочу сказать, что пошел процесс ассимилизации женщин мужчинами. Этот процесс начался еще с 14 века, когда известно гонение на беде было. А на самом деле это было гонение на женщин. То есть красивых, хороших, умных женщин, обладающих экстрасенсорными способностями. Просто сжигали на костра. А потом уже пошла более-менее вот эта ассимилизация женщин. Когда женщин начали одевать только брюки. Это ассимилизация женщин и мужчин. Только кроссовки. Женщины начали одеваться как мужчины. Понимаете, этот процесс последний 20-30. Я, например, очень хотел бы, чтобы женщины одевали платье. Как прекрасно. Юмки. Это же женственно. Это же так красиво, чтобы серьги были. Мужчинам это нравится. Нормальному мужчине нравится красивая женщина. Что она была нежная. Что плоть была нежная. Вот это женщина-спортсменка. Очень хорошо. Но я не считаю, что эталоном для женщины должна быть спортсменка. я еще люблю такую типа арийская женщина. Которая не болеет, здоровая, не охает, без конца. Это очень плохо. Когда женщина без конца начинает, голова болеет, я болею, спина болеет. Не знаю, что. Это отвращает мужчину, это женщину. Очень серьезно. То есть на уровне инстинкта. Любой мужчина не будет терпеть каприз. аху-охи женщины. Это противоестественно. Мужчины любят здоровых. Все здоровое. А все болезненное почему-то в последнее время превращается в культ. Мне абсолютно не нравится. Я хочу, что наши женщины прекрасные, наши женщины действительно азербайджанки очень красивые, очень нежные. Что они были женщинами. Гордились бы. Не старались одеваться, мужскую одежду. Не старались одеваться в эти кроссовки. Не старались быть какими-то грубыми. То есть они замещают мужчин. Почему-то они хотят на месте мужчин. Не надо на месте мужчин садиться. Это очень ответственный пост. И там все проиграют. Понимаете? Надо быть женщиной с большой. Буквы гордиться этим. Гордиться этим. Хамит Мэри. И завершающий вопрос. Если бы у вас была возможность отправить всему миру послание, что бы вы сказали за 30 секунд? я бы захотел, что самая большая моя любовь это содержать. Это смотреть. Это такой несловесный момент общения с объектом твоего внимания, где ты не используешь слова. Где ты не используешь все, что тебе знакомо. а ты все на это смотришь, как первый взгляд на мороженого бывает. Вот этот взгляд на мороженого ребенка, если у тебя остался, я думаю, что это как фотографическая машинка. Вот запечатлеть этот миг. Вербальное общение называют. Вербальное общение я очень люблю, где слова неуместны, а безмолв убиять, о чем говорил Шекспир в Гамлете. Дальше тишина. Когда все заканчивается, вот это дальше тишина мне всегда нравится. Спасибо большое, что приняли участие в нашем проекте. Мы желаем от всего женского сообщества успехов вам.